Доброе утро. Довольно часто я слышу от своих партнеров такое выражение «У меня появился или у меня есть очень перспективный кандидат». Вот это слово «перспективный кандидат», так же как и «перспективный партнер», мне кажется неправильным. Я даже думаю, что перспективных кандидатов и перспективных партнеров, наверное, вообще не бывает. Во всяком случае, вся моя практика говорит о том, что лучше рассчитывать не на перспективного кандидата, а на себя. Слово «перспективный» уводит наших людей куда-то не туда. На каком основании ты делаешь вывод, что он перспективный? В прошлое обычное. Ну, он умный, он там со связями, он там вхож в такие круги, он живет аж в Китае или в Америке. Уж там в каком-нибудь Занзиваре, экзотической стране. Чем экзотичнее страна, тем перспективнее некоторые думают. Ну, у него вообще он богатый, или он там депутат, или он еще что-то. Но это никак не говорит о том, что он перспективный. Неправильное это слово. Вот «перспективный» это предположение, это опять же теория, это гипотеза, это такая надежда, как бы. Но я давно в сетевом бизнесе, вот я лично, давно лишен иллюзий. И я вам рекомендую быстро расставаться с иллюзией. Всем. Когда вы начинаете бизнес, ваша работа набирать в бизнес людей, которые будут пользоваться продуктом, понемножку продавать его своим друзьям и знакомым, и набирать новых людей, которые будут пользоваться продуктом и набирать людей. Вот безостановочный процесс по набору людей в бизнес определяет, насколько вы успешны. Насколько вы перспективны для своего бизнеса. Вот единственный показатель. И если вы вдруг решили, что вот этот кандидат перспективный, и его непременно надо подписать, то вы делаете большую, огромную, часто фатальную ошибку для нашего бизнеса. Только что мне в скайпе написал парень. Олег Григорьевич, помощь нужна, помогите. В чем? У меня есть очень перспективный кандидат. Он хочет вступить в бизнес и сразу купить, закупить продукт. Но у него денег не хватает. И я хочу ему помочь. Каким образом? Я хочу, чтобы вы помогли мне продать продукт, который у меня есть, чтобы я ему помог. Это большая ошибка. Я ему написал в скайпе. Я говорю, это неправильно. Помогать деньгами, продуктами своим партнерам, в том числе, даже если они, на ваш взгляд, очень перспективные, большое заблуждение, большая ошибка. Я на этом деле столько раз обжегся, что уже просто слушать об этом ничего не хочу. А люди заходят в бизнес, ничего не знают и продолжают наступать на те же самые грабли. У меня был партнер, женщина. Она говорит, я хочу помочь своей сестре. Она родная сестра моя. Она моя двойняшка. Мы с ней как одна кровинка. Я говорю, да ты что? Но у нее денег нет. Я хочу купить ей тоже пакет с продуктами. Я говорю, не надо этого делать. Это неправильно. Нет, ну я ей помогу. Вот сейчас на трудном начале я ей помогу. И мы вместе. Она очень перспективна. Она знает иностранный язык. Она там, то есть, я говорю, это неправильно, это ошибка. Она меня не послушала, купила себе пакет, купила пакет своей сестре, приехала к сестре с пакетом, подписала ее, отдала ей продукты, возбудила и уехала. Через месяц-то, вместо того, чтобы начать работать, продать продукт, отдать долги своей сестре и двигаться дальше, развивая бизнес, она не работает, вообще не работает. И на упреки своей инициативной сестры, она отвечает, тебе надо, ты продавай свой продукт. Я тебя не просила. На этой почве они разругались. Они потерялись друг с другом на этой почве. И моя партнерша плачет. Я говорю, так я же тебя предупреждал. Ну, я же не знала, что она за психиатом. Это всегда так бывает. Человек должен сам захотеть. Ни в коем случае. Перспективный он, расперспективный, талантливый, красивый, длинноногий, с большими зелеными глазами, кудрявый, иностранец, китаец, малазиец. Я не знаю, кто француз, никакого отношения к вашему бизнесу это не имеет. Он перспективный, только если он набирает, как сумасшедший, в хорошем смысле, слово новых людей, строит организацию, зарабатывает кучу денег и не останавливается. И то, надо еще посмотреть через год, два, три, какой он, перспективный или нет. Слово, у меня появился перспективный кандидат, ведет вас в тупик. Вы не знаете, перспективный он или нет. Насколько он будет полезен для вашего бизнеса. Это можно определить только на практике. В нашем бизнесе, в сетевом маркетинге, нету теории практически никакой. Голая практика, одни факты, цифры, дела, деньги, карьера, рост. Вот что определяет, каков у тебя кандидат и кто ты сам на самом деле. И сколько лет он в этом деле. Бывают люди, год, два, три покрутился и вышел. Несмотря на то, что у него были хорошие успехи. Почему? Никто не знает почему. Никто не знает и знать не может, тем более наперед. Поэтому, ребята, у меня такая рекомендация. Забудьте слово перспективный кандидат. Есть кандидат, работая с ним, следующий, следующий, следующий. Вступит он в бизнес, начнет работать. Подмогни ему на первых порах. Будет он хорошим толковым партнером, который будет много денег зарабатывать и делать товарооборот, с которого тебе будут платить хорошие деньги. Слава Богу, нет, следующий, следующий, следующий. Не останавливайтесь, не зацикливайтесь, не обманывайте себя, не вводите в заблуждение. Не вводите себя сами в заблуждение разными словами. У меня есть потенциальный, перспективный такой парень, такой умный, такой красивый, такой высокий, такой инженер, такой богач, такой-такой-сакой. Никакого отношения к тому, как будет развиваться ваш бизнес. Слово перспективный кандидат не имеет. Забудьте это слово. Это первое. И второе. Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже в голову не берите. Своими собственными деньгами. Помогать кому-нибудь вступить в бизнес, перспективного кандидата, который потом как возьмется, ни в коем случае нельзя. Вы убиваете этого человека, вы его расхолаживаете, вы выглядите глупо в его глазах, вы выглядите полным идиотом в своих собственных глазах, если вы этого не понимаете, я вам об этом говорю. Только неразумный лох, специально подбираю такие обидные слова, неразумный балда, который ничего не смыслит в этом бизнесе, может на свои деньги покупать бизнес своему кандидату. Перспективный или он расперспективный родственник, любимый человек. Ни в коем случае этого делать нельзя. Надо, пусть купит. Не надо, значит он не подходит. Если он не нашел денег, у него их нет, и он их не нашел, значит он не подходит сейчас. Оставьте его и двигайтесь дальше. Не губите ему жизнь, не портите ему жизнь, не убивайте этого человека в финансовом смысле. Вот задумайте, вы взяли его и на этом этапе, когда он не готов, когда он еще не дозрел, когда ваш пример его не заразил, когда вы еще ничего не достигли, вы ему навязали продукты. Теперь он не имеет достаточной мотивации. Вы его вовлекли в бизнес, вы его смотивировали, вы его искусственно накачали. Он сам внутри не дозрел, не захотел еще. И вы его ввели в бизнес, и он через неделю стух. Теперь ему нужно отдавать долги, которые вы ему навязали, а он не готов. Поэтому он вас уже не любит. Он от вас хочет как можно дальше отойти, чтобы вас не видеть, не слышать. А вам нужно вернуть деньги. Вы разочарованы в том, что вы не только упустили перспективного кандидата, так еще и деньги потеряли. Но у вас хоть опыт появился. А ему это, ему это очень плохо. Потому что если бы он через год, скажем, когда вы стали бы уже крутым, и приехали бы к нему домой на Мерседесе, и показали бы ему, друг, ты в прошлый раз не захотел, а сейчас смотри-ка, друг. Смотри-ка, действительно, ведь ты меня любишь, и я тебя ценю и уважаю. Мы же с тобой столько хлеба, соли, пуд соли сожрали, мы с тобой где только не были вместе. Мы же как братья. Я только, как ты видишь, хочу тебе добра. Посмотри, вот я же добился. Я тебя не насиловал, не подталкивал. Я хотел своим примером доказать, что нам обоим это здорово, выгодно. Посмотри, я построил новый дом, вот побывал там, вот моя машина, вот мои чеки. Я тебе как на духу говорю. И ваш пример, возможно, бы на фоне его усугубившейся финансовой ситуации, заставил бы его так взяться за дело, так быстро получить результат, что из него вырос бы классный сетевик, который бы всю жизнь шел по этой дороге и с успехом, и процветал бы, благодаря вам. Нет, вы его загубили, навязав ему продукт. Вот где корни кроются. Ни в коем случае не губите людей, близких своих, не навязывайте им бизнес, продукт, пакет, не давайте им займить деньги, тем более, если у вас их особенно нет. Да ни при каких обстоятельствах. Только потому, что он потенциальный, потому что он перспективный, потому что вам кажется, что он будет работать. Это большое заблуждение. Огромное заблуждение. Я желаю вам удачи. Не забывайте об этом.